Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Все мои любители гортензии, я приветствую вас! Сегодня видеообзор посвящен именно вам, а в частности, укрытию гортензии крупно-листовой. Очень много вопросов и просьб было о том, что уже холодно, пора уже, снимите, пожалуйста, ролик. Исправляемся! Итак, что вам понадобится для того, чтобы качественно укрыть гортензии на зиму? Самое первое, конечно же. Начиная с сентября в этом году, осень стоит достаточно теплая, поэтому сроки немного сдвинулись. Где-то начиная числа с 15-х, мы начинаем плановую подготовку. Итак, мы начинаем убирать нижние листья с гортензии, отстригаем их и готовим место, чтобы вот этот стволик превратился у нас в коричневый. Так, второе. Начинаем снижать полив. Уже не нужно будет поливать гортензию регулярно и много. Даем ей к зиме войти с сухой почвой. Это важно. Листья, которые вы срезали, обязательно убирайте. Не оставляйте здесь под гортензией. И вот в таком виде она у нас будет с обрезанной листвой находиться где-то до конца сентября, когда температура начнет у вас уже становиться 8-9 градусов, а ночные температуры будут уходить уже 4-2 градуса. То есть уже тенденция идет к уменьшению температур, особенно ночных. Вот тогда мы начинаем с вами проводить плановое окучивание куста и заматывание его в укровной материал. Сейчас я вам все покажу. Я не делаю укрытие мокрое, то есть не делаю, не стелю под гортензию никаких полиэтиленовых укрытий. И что-то еще. То есть она находится у меня в основном прямо в стоячем, слегка изогнутом состоянии на протяжении всей зимы. Не касается почвы, поэтому выпривание у меня просто физически быть не может. И еще интересный момент. Когда вы будете укрывать ее, перед тем, как замотать ее в укровной материал, Укровной материал у вас должен быть плотностью не меньше 60, это важно. То есть он должен быть плотный. И перед тем, как его заматывать в укровной материал, вы должны провести несколько мероприятий. Если у вас, вы в течение сезона наблюдали вредители на вашей гортензии, проведите обработку от вредителей. Если у вас были грибковые заболевания, проведите обработку против грибковых заболеваний. И вот только после этого мы будем ее укрывать в укровной материал. Ну, приступим. Теперь сейчас я буду показывать, как приготовить питательную смесь. Итак, хочу обратить ваше внимание, что гортензия у меня голубая, синяя даже. И для того, чтобы усилить этот цвет, я должна почву для мульчирования, то есть мульчу сделать ей кислым. У меня кислый торф. Лама торф его производит. Отличный торф, мне он очень нравится. Я каждый год его использую и очень им довольна. Кислый торф. Кстати, я вам положила здесь на всякий случай, то есть возникает иногда вопрос, чем защитить от болезни. Можете использовать скор. Здесь от немучнистой росы, серых гниль, но от различных грибковых заболеваний можно использовать скор. Можно использовать какой-то любой другой препарат, которому вы доверяете. Дальше мы делаем смесь питательную. Я насыпаю кислый торф для того, чтобы усилить цвет голубой гортензии. Величина слоя мульчи должна составлять 25-30 см. Это очень важно. Не меньше и не больше. Лучше даже, если это будет больше. Особенно, если у вас куст первого года посадки. Не жалейте мульчи. Пусть лучше слой будет гораздо больше, чем меньше. Это в зимний период. Это правда сослужит вам добрую службу. 25-30 см. Это тот самый оптимальный размер. Сюда мы можем добавить компост. Фаска производит отличный компост. Я уже про него рассказывала. Могу в ссылках, в комментариях дать вам ссылку. Вы можете посмотреть. Я более подробно про него рассказывала. Здесь компост на основе конского навоза. Отличный. Вот таких 5 горстей я добавляю сюда. Гортензии обожают конский навоз. Даже 4 будет достаточно. Все хорошенечко перемешиваю. Это у нас пойдет как слой и мульчи, и в то же время питания. Особенно в весенний период. Я не буду снимать этот слой. Зиму он осядет. Я просто отгребу немножко от куста. То есть в приствольном круге его и размещу. Он у нас пойдет и в весенний период как удобрение. Будет просто отлично. Размешиваю вот этот компост с конским навозом. Если вдруг у вас свой компост и свой конский навоз, тогда смешивайте кислый торф. Если это у вас голубые, сиреневые гортензии. Кислый торф, компост и конский навоз. Это будет в идеале. Если у вас нет, вы можете так же, как я, пойти вот таким путем. Кислый торф в Московской области о микробиосинтез выпускает вот такой органовит. Это чисто конский навоз гранулированный. Вы можете тоже его в смесь просто добавить. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, чтобы вы имели представление. Он вот такой. Норма расхода здесь написана, сколько. Добавите по таблице и можете сделать свою смесь. То есть торф, компост и немного добавить конского навоза. Такого или гранулированный, или, конечно, если у вас есть свой навоз конский, это будет отлично. Все, я перемешала и добавляю немножко костной муки. Но если у вас нет, можно, конечно, без нее обойтись. Просто она мне очень нравится, как она себя ведет. Хорошенечко все перемешиваем. Смотрите, обращаю ваше внимание, что мульча у меня сухая. И грунт этот должен быть сухой. Если осень у вас сильно дождливая, и мульчирующий круг, лучше, конечно, заизолировать каким-то материалом. Клеенкой или еще что-то. Чтобы укрытие вот это оставалось сухим. Дальше, что я делаю. Так температура воздуха опустилась уже где-то в районе 5, ночные температуры 0. Иногда могут уже тенденции идти к минусовым температурам. Самое время делать укрытие из укрывного материала. Окучить приствольный круг вы можете и в конце сентября. То есть, ну, ориентируйтесь, конечно же, на погоду. Вот сейчас у нас стоит температура 19 градусов. Я ее не трогаю, она стоит у меня такая, какая есть. Еще вдобавок она еще и цветет. В момент, когда вы начнете уже планировать укрытие укрывным материалом, мы обрезаем до конца все листья. Я вам сейчас покажу на одной веточке, не буду трогать, потому что она еще красавица стоит у меня. То есть, обрезаем вот таким образом. Вот так. Оставляя верхушечные листья. Они будут защищать цветочные почки. И соцветия я тоже не рекомендовала бы вам удалять. Мы их удалим весной. Они будут служить дополнительным воздушным укрытием. Как я уже сказала, грунтания у меня касаться не будет. Соответственно, процесс выпривания у меня тоже не будет. Поэтому нет никакой нужды отрезать вот эти соцветия. Итак, мы обрезали все листья. То есть, подготовили гортензию вот в таком состоянии. Дальше что мы делаем? Засыпаем сюда слой мульчи. Пусть лучше будет много, чем меньше. Вот так. Это прям вот то самое оптимальное решение. Далее. Берете веревочку. Любую. Это не принципиально. Некоторые говорят, что может быть хлопчатобумажно. Поверьте, это не важно. Дальше. Аккуратно связываем гортензию. Для того, чтобы она просто у вас не развалилась. Мы делаем укрытие из укровного материала. Прямо-таки вот по слою мульчи, накрываю и его, я начинаю аккуратно заматывать свою красавицу. Делаю я это несколько слоев, не жалея о своей гортензии из укровной материала. Гортензия у этого сорта повышенная морозостойкость. То есть, она выдерживает понижение температуры где-то до минус 23 градусов. Это, в общем-то, для гортензии отличный результат. Основная масса из них выдерживает понижение температуры 18 градусов. Ну, это, наверное, предел. Далее. Делаем такую холочку. Вы можете, не обязательно так, как вот я делала. Вы можете в любом варианте, как вам нравится, заматывать. Самое главное, чтобы она была упакована в укровной материал. Вот так. И в таком виде она будет у нас стоять. Снизу мы не затягиваем. То есть, у нас есть поддув свежего воздуха. И вот в таком виде она будет стоять до наступления стабильных низких температур. Минус 1, минус 2, минус 3. Если вы видите, что уже все, температура установилась именно такая. То есть, уже не будет повышения температур. Если, конечно, это кратковременное понижение, то, естественно, тогда мы никаких мероприятий не делаем. А если вы видите, что уже все, наступила матушка зима, и температура фактически ночью будет составлять каждый день минус 2, минус 3, минус 1, пора переходить уже к серьезному укрытию. То есть, вот такое укрытие спасет гортензию от незначительных минусовых температур. В принципе, до минус 5 она может выдержать. Вот так. Так. Ну все, дальше мы закрепляем просто, и все. Итак, наступили стабильные минусовые температуры, и вы уже готовитесь к тому, чтобы гортензии закрыть совсем. Что мы делаем? У меня она упакована в укровной материал. Мы, естественно, его не снимаем. Далее. У меня есть вот такой пенопластовый короб. Мне его сделал супруг, за что ему большое спасибо. Вот здесь он мне скрепил шурупами. Лучше, конечно, взять пенопласт еще больше. То есть, тот, который у вас есть в ваших строительных магазинах, самый толстый. Вот он лучше всего годится. Делайте короб небольшой, то есть, гортензию мы будем пригибать. Старайтесь делать его не слишком высокий. То есть, чем выше он, тем ему сложнее будет, тем снегу будет сложнее его закрыть полностью. А наша основная задача – накрыть гортензию, и чтобы снежный покров тоже его покрыл. Поэтому не делайте его слишком высоким. Вот 30 сантиметров – это достаточная высота. Ну и сверху у меня он замотал пленкой, чтобы просто дождь лишний раз не причинил влагу и не проник сквозь вот эти отверстия. Обычной упаковочной пленкой. Далее что я делаю? Я беру этот короб, пригибаю свою красавицу вот таким образом. Я не пригибаю ее к земле, не преследую этой цель. И далее я просто накрываю сверху вот этим коробом. И все. И в таком состоянии я отправляю ее в зиму. И снизу всегда есть отдушины для движения воздуха. То есть, он не слишком плотно всегда лежит. Но это достаточно для того, чтобы воздух туда циркулировал. Как только выпадает снежный покров, буквально сантиметра 3-4, он закрывает снизу вот эту вот воздушную прослойку. И, в общем-то, получается, короб заизолирован будет хорошо. Можете сверху положить камушек или же любой, ну, другой какой-то материал, чтобы задержать от ветров, чтобы ветер просто не унес. И вот в таком состоянии она будет у меня зимовать. Весной, после того, как начнутся стабильные положительные температуры, я начну послойные открытия. Я сниму вначале вот этот пенопластовый короб. Но оставлю ее в мульче и оставлю ее в укрывном материале. И только после того, когда температура начнет повышаться, я начну слой за слоем открывать ее. И желательно, конечно, последний слой снимать в пасмурный день. И последний, конечно, я отгребу в слой мульчи. И вот тогда мою красавицу оставляю в свободном полете. На что я хочу обратить внимание, чем хорош этот способ. Сейчас я приподниму, вы увидите, что гортензия не касается земли. То есть слой мульчи будет сухой и, соответственно, и закрытой. То есть вот в таком состоянии я считаю, что это самое, наверное, оптимальное решение. Так как укрывать гортензию путем наклонения постепенной побегов, пришпиливания к земле, далее укрывным пленкой. А когда мы используем пленки, всегда есть вероятность того, что гортензия просто может выприть. Поэтому, когда я снимаю весной укрытие, я точно знаю, что она у меня не находится в таком выпрившем кисельном-несильном состоянии. Она такая зелененькая, бодренькая, ну, конечно, немного видно, что она перезимовала. Да, забыл еще очень важный момент. Очень любят грузуны это сухое укрытие. Они могут там, в общем-то, обосноваться. Поэтому я советую вам внутрь, когда уже вы начнете класть пенопластовые укрытия, не пожалейте, купите отраву от грузунов, от любых, от мышей, от крыс, универсальную. И обязательно вот туда, на это сухое, вот это укрытие, где мы делали грунтовое, и вот сюда на веревочку положите им угощение. И тогда у вас точно гортензия сохранится до весны. Наши хвостатые друзья не съедят ее. Они очень любят сухо, тепло, почему бы и нет. Теперь я покажу укрытие гортензии, у которых пониженная морозоустойчивость. Температуру максимума могут они выдержать, это минус 15-18 градусов. Для них я вот эти мероприятия, как я показывала, делаю то же самое. Но в конце, когда я начинаю укрытие пенопластом, у меня два короба. То есть я делаю двойное укрытие. Я закрываю вначале маленьким коробом, тоже с полиэтиленовой оплеткой. Можете без полиэтиленовой оплетки, если у вас будет двойной короб. Я ее точно так же делаю все мероприятия. Окучиваю, обрезаю листья, заматываю укрытым материалом. А далее у меня существует два короба. Один короб маленький, рассчитанный как раз на то, чтобы закрыть ее первым слоем. Я ее туда прячу. Я сейчас просто не буду показывать, главное, чтобы вы поняли принцип. Вот так. А сверху еще накрываю еще одним коробом. То есть у меня получается двойное укрытие, внутри идет воздушная прослойка, получается фактически термос. Вот в таком состоянии они точно у вас зацветут. Я думаю, что все мои советы вам пригодятся, когда вы будете планировать укрытие гортензии. Желаю вам, чтобы ваши гортензии хорошо перезимовали. И, конечно же, порадовали на следующий год вас обильным, хорошим цветением. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и всем пока!